День как день, только ты почему-то грустишь. Привет, ребята! И добро пожаловать в очередное видео полностью на русском языке. Сегодня у нас особенное видео, потому что говорить буду не только я, а говорить мы будем о мотивации, о том, что помогает нам изучать русский язык. Я знаю, что у всех бывает такое, что ничего не хочется делать. Нет желания продолжать изучать русский язык. Сначала мы воодушевлены, мы полны энергии и изучаем русский каждый день. Потом мы делаем это раз в два дня, раз в три дня, раз в неделю, и всё реже и реже. Ведь русский язык очень сложный. И как же сохранить это желание изучать русский язык и делать это с удовольствием? Я попросила моих учеников, моих иностранных друзей и моих подписчиков рассказать о том, что же помогает им не бросить изучать русский язык, что поддерживает их мотивацию. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Если вы учите русский, то потом будет легче украинский, белорусский. Это помогает мне сохранить мотивацию. Меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Ты говоришь по-английски. Ты говоришь по-английски. Ты говоришь по-английски. Где ты? Где ты? Зе ты? Здравствуйте. Меня зовут Вивек. Меня 26 лет. Я инженер. Я живу в Индии. Я говорю по-японски, по-испански, по-итальянски, по-хинди и по-английски. Сейчас я изучаю по-русски. Я изучаю по-русски каждый день. И я учу русский один месяц. Одно только то, что после одного месяца изучения русского языка Вивек говорит так хорошо, одно только это заставляет нас самих пойти и начать изучать этот язык. Привет, друзья. Меня зовут Сузанна. Я живу в Хорватии. Тема этого видео – моя мотивация для изучения русского языка. Моя первая встреча с русским языком произошла, когда я была в театре с мамой на спектакле «Преступление и наказание» русского писателя Федора Михайловича Достоевского. После спектакла я получила подарок книгу «Преступление и наказание». Книга была написана на русском языке и поэтому я решила начать изучать русский алфавит. Это было во моем детстве. Через несколько лет я поступила в Школу иностранных языков в моем родном городе ВИК. Я учила пять лет русский язык на курсах и самостоятельно. Я сдала все экзамены на уровень Б2. Когда я была в Санкт-Петербурге, пять лет назад я увидела дом, в котором Достоевский написал книгу «Преступление и наказание» и посетила музей Достоевского. Я исполнила свое детское желание. Спасибо за внимание. Пока! Действительно, русская литература и вообще русская культура занимают особое место в мировой культуре и истории. Очень многие хотят прикоснуться к оригинальным произведениям, к оригинальному русскому языку Федора Михайловича Достоевского или Александра Сергеевича Пушкина или Антона Павловича Чехова. И вот Сюзанна, благодаря этому желанию, благодаря этой любви к русской литературе, и сегодня продолжает изучать русский язык. Она является администратором группы на Фейсбуке. Learn Russian and English by Stories. Вы можете найти ссылку в описании. Всем привет! Меня зовут Исаия, мне 22 года, и я изучаю русский язык уже 2 года. И, честно говоря, я просто так решил изучать его. То есть, у меня нет причины именно почему я решил изучать русский язык. Я знаю, что это странно, но... Я знаю, что в конце концов, я буду говорить по-русски идеально. Я знаю это. Но я понимаю, что это процесс. Но я считаю, что это знание мне помогает не бросить его изучать. Да, ну, это всё. Да, спасибо всем. Ну, почему же, Исаия? Мне кажется, что это совсем не странно, что ты начал изучать русский язык просто так. Например, я однажды решила просто так выучить арабский алфавит. Мне просто понравилось, как выглядят эти буквы, как письмо на арабском языке выглядит интересно и отличается от других языков. Может быть, в начале тебе понравилось именно это, что русский язык другой, он не такой, как твой родной язык. Всем привет! Меня зовут Чиаго. Я живу в Бразилии и изучал русский уже 8 месяцев. Как я мотивирую себя? Вкратце, мотивация приходит во время работы. Если ты не хочешь изучать русский язык, тебе просто нужно подтолкнуть себя, тогда приходит мотивация. Ты знаешь, нужно начать изучать русский, чтобы достичь результата и успехов. Чем больших успехов я достигаю, тем больше мне хочется учиться. Пока! Спасибо, Тьягу! Ребята, Тьягу большой молодец, потому что он начал свой канал на YouTube, где он говорит о том, как он изучает русский язык, с какими проблемами он сталкивается, как сохранить мотивацию при изучении русского языка. Всё это помогает ему развиваться, помогает ему изучать русский язык и видеть свой прогресс. Например, Тьягу, через месяц ты будешь смотреть своё видео, своё давнее видео, и ты будешь говорить, ого, я так плохо говорил по-русски, а теперь я говорю намного лучше. Действительно, записывать себя – это тоже отличная мотивация, потому что вы всегда можете посмотреть на свои старые видео и увидеть свой прогресс. Ну, а сейчас время бонуса. Ребята, как вы знаете, музыка является какой-то необыкновенной силой, которая помогает нам преодолеть какие-то печали, улучшить наше настроение, ну и, конечно, мотивировать нас на изучение русского языка. И вот мой друг Дэниел, Даня, мы уже все слышали о нём в начале этого видео. Он очень любит Виктора Цоя и его творчество. И мы решили с Даней спеть дуэтом песню Виктора Цоя, которая называется «Когда твоя девушка больна». Давайте послушаем и увидимся! День как день, только ты почему-то грустишь, и вокруг все поют. Только ты один молчишь, потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Ты идёшь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растёт трава, но тебе она не нужна. Всё не так, и всё не то, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. Когда больна. Ты идёшь в магазин, головою паник, как будто и сяк, чистый горный родник. Она где-то лежит, ест мёд и пьёт аспирин. И вот ты идёшь на вечеринку один. Солнце светит и растёт трава, но тебе она не нужна. Всё не так, и всё не то, когда твоя девушка больна. На вечеринку один, когда твоя девушка больна. На вечеринку один, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна.